Это конкурс «Учитель года» и для участников стартовало второе испытание – это воспитательное событие, то есть такой своеобразный классный час, правда длится он всего 20 минут. Тему определяют сами конкурсанты и все подробности у них узнаем. В нашей мобильной студии учитель истории и общества знания Харитонов Евгений Сергеевич из Мурманской области, поселок Ревда. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Сергеевич, расскажите, как прошло воспитательное событие? Ну, как обычно, я говорю про отпуск, хорошо, но мало. Потому что 20 минут, которые были отведены регламентом на это испытательное событие, конечно, безусловно, очень небольшой отрезок времени, за который можно было бы достичь каких-то результатов. Но я попытался, по крайней мере, это сделать. А какую тему выбрали? Что делали? У нас с ребятами был гимназический совет и ролевая игра гимназический совет. И мы в форме гимназического совета попробовали с ними представить, какие бы изменения они хотели в школе внести. Что они предложили? Активно включались? Да, очень активно включались. Ну, в частности, предложили построить бассейн. Ух ты! А скажите, как вообще для вас проходит сейчас конкурс? Как ваше настроение? Настроение отлично. Спасибо большое Тюменской земле за такой горячий, по-настоящему дружеский прием. Мы вчера были в Тобольске, посещали ваши разнообразные культурные заведения. Сегодня идем в театр, поэтому программа очень насыщена. И вместе с тем она нисколько не утомляет, открывает для себя какие-то новые места. Я не первый раз в Тюменской области. Я уже здесь и работал, и был в Тюменской области. В Тюмени самой непосредственно. И вижу, что за 7 лет город преобразился, на самом деле, в лучшую сторону. Пока мы не знаем, да, кто победит, кто дальше пройдет, но какой опыт и что дает участие в таком уже масштабном конкурсе? Право – это прежде всего опыт, прежде всего возможность представить не только свой опыт, но и посмотреть на опыт коллег, которые есть. Ну и плюс живое общение. Главный опыт, который из этого конкурса, наверное, можно вынести, то, что несмотря на любые испытания, несмотря на любые перипетии и трудности, которые в нашей жизни встречаются, ну, наверное, прежде всего нужно оставаться человеком. Неважно, как вы правильно сказали, кто победит или кто там выйдет в финал. Главное – остаться человеком. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. В нашей мобильной студии учитель английского языка из Магаданской области Сана Лилия Геннадьевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как прошло ваше воспитательное событие и все ли удалось сделать, что задумывались? Воспитательное событие я проводила в шестом классе. Я считаю, что воспитательное событие удалось. Цель я ставила – создать условия для получения учащимися опыта, переживания и позитивного отношения к отчизне, к своей малой родине, как базовой ценности. А какая тема была? Тема наша была «Россия, моя родина». Так как это шестой класс, я использовала много наглядных материалов. Мы детям были предложены листики, ну и они должны были назвать, вот чтобы они отдали своей родной земле, да, и прикрепляли к березке. То есть березка, как бы, она – это ассоциация с родиной, с Россией, а листики – это наши пожелания, наши мечты, да, чтобы наша березка свела, расцветала. Скажите, как для вас проходит конкурс? Все-таки это напряженно, дух соперничества? Или достаточно так, спокойно, интересно? Я бы сказала, вот наоборот, вот очень все спокойно проходит. То есть и до конкурса это была какая-то вот суматоха, последние подготовки, волнение. А уже приехав на конкурс, здесь все так гармонично, все организовано, что у тебя даже нет времени на то, чтобы переживать что-то. Плотная программа, да? Да, программа очень плотная и очень интересная. На каждом мероприятии вот чувствуешь такой позитив, набираешься опыта. Спасибо вам большое за беседу, я желаю вам удачи. В нашей мобильной студии Трошин Николай Михайлович, учитель физкультуры из Орловской области. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, ну не тесно учителю физкультуры в кабинетах, скажем так? Ни в коем случае. Все-таки учитель, прежде всего учитель, а затем уже учитель-предметник. Поэтому, я думаю, любой педагог должен и обязан уметь работать в любом помещении. В чем заключается ваше воспитательное событие? Воспитательное событие, я хотел бы напомнить, что мы проводим на тех же детях, какие у нас были на уроке. Воспитательное событие посвящено взаимодействию. Это тот момент, который сейчас, я думаю, необходимо постоянно развивать в детях. Потому что не секрет, что оказать помощь другому зачастую является проблемой для подрастающего поколения. И через как раз событийные действия, я надеюсь, что дети поняли, как необходимо относиться друг к другу и другим людям. Вот сейчас какие задачи стоят перед учителем физкультуры? Вы ощущаете вот этот интерес к спорту, к здоровому образу жизни? Видно его? Начну с другого, с вашего позволения. Сейчас мне задали целый каскад вопросов, практически как дети на уроках. А зачем? Так вот, зачем, я думаю, это тот краеугольный момент, который учитель должен использовать в своей деятельности. Не задание ради задания, не однообразная монотонная работа, а именно мотивация, саморазвитие, самосовершенствование ребенка на базе тех знаний, которые он получает на уроках физической культуры. Я думаю, для кого не секрет, что буквально 30, даже 20 лет назад с чем ассоциировался спортивный зал? Канат, конь, козел, в лучшем случае беговая дорожка, гимнастические маты. Нынешняя инфраструктура позволяет использовать современный спортивный инвентарь, который для тех интересен. И вот задача учителя – заложить базовые принципы развития физических качеств, основ безопасности. И тогда ребенок получает альтернативу дальнейшего развития. Согласитесь, 2-3 урока физической культуры в неделю – это ничто для хорошей двигательной активности. И вот за счет мотивации на уроках как раз ребенок самостоятельно выбирает ту траекторию, которая будет для него являться, с одной стороны, здорово-сберегающей технологией, а с другой стороны, интересной и развивающей. За почти 20 лет педагогической деятельности я ни разу не пожалел, что выбрал именно это направление своей профессиональной деятельности. И для своих учеников стараетесь быть тоже таким примером? Стараюсь. Надеюсь, получается, потому что буквально через 3 дня после приезда домой дети уже сказали, Николай Михайлович, мы с вами едем на тропу героев. Мы готовимся. Готовимся самостоятельно, как вы нас учили. Это самый хороший индикатор того, что, пожалуй, я делаю свою работу именно интересной и полезной для детей. Спасибо большое. Удачи. О своем воспитательном событии, я бы даже сказала, воспитательно-музыкальном нам расскажет Мартынова Инна Валентиновна. Это учитель музыки из Калужской области. Здравствуйте. Ну, у вас было громко, музыкально, шумно. Расскажите, как прошло ваше воспитательное событие? Дети очень активные. Если бы не дети, событие бы не состоялось. Дети очень были активные, очень включились хорошо в работу, играли на всем, что я им предлагала, не отказывались. Поэтому получилось ярко, эмоционально, громко. Что предлагали? На чем играли? Мы играли на русских народных шумовых инструментах. Трещотка, рубель, ложки, колотушка. Детям вообще очень нравятся эти инструменты. Там нет особого большого навыка, чтобы играть на нем. Поэтому любой в виде их первый раз может сыграть и получить эмоциональное удовольствие. Ну, звучит. Звучит в любом случае. Звучит в любом случае, да. Даже если не очень захотите, он все равно у вас будет звучать. А скажите, ну какая тема была и как готовились? Тема у меня была необычная экскурсия «Музей в чемодане». Инструменты дети доставали из чемодана и представляли каждый свой инструмент как экскурсоводы, как экспонаты музея были инструменты. И они рассказывали об этом инструменте, как он называется, как он звучит, ассоциация. И потом уже показывали, как он играет. После этого мы создали оркестр и сыграли вместе. Скажите, а сложнее было готовиться, чем к уроку, например? Мне кажется... Какие-то новые испытания. Ну, я бы не сказала, что это равноценно. Но все-таки вне классное событие, оно... Слово «проще» здесь не подходит. Оно интереснее и проще в исполнении, чем урок. Потому что дети входят в работу непосредственно в этом событии. Они к нему не готовятся. А от урока требуются какие-то знания, которые нужно применить, показать или на прошлых знаниях основываться. А события, оно вот здесь и сейчас. Скажите, вот вы преподаете музыку уже сколько лет? 31 год. 31 год. Вот в чем видите свою роль как учитель музыки? Тем более вы не в музыкальной школе, да? Нет, в общеобразовательной. Вообще образовательной. Вот что сейчас стараетесь донести ученикам? И как вот... Все зависит от возраста. Малышам, вот второй класс, считаю, еще пока малыши, им интересно все. Что им не приносишь, что не рассказываешь, они все любят. Петь любят, играть на инструментах любят, слушать музыку любят, водить хороводы любят. Все. Чем старше становятся дети, они слушают разную музыку, и мне приходится немножечко подсказывать, какую музыку вам послушать, чтобы получить успокоение, или, наоборот, эмоциональный всплеск, или сосредоточиться. И они должны слушать все, а потом уже для себя выбрать, что им нужно для разного вида деятельности в жизни, не только на уроке, а в жизни. И чем старше становятся дети, они все равно приходят к классике. Спасибо большое. Я вам желаю удачи на конкурсе, чтобы все прошло как задумано. Спасибо. Благодарю. В нашей мобильной студии сопредседатель жюри Димаков Илья Сергеевич, абсолютный победитель конкурса «Учитель года» 2017 года. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Сергеевич, расскажите об испытании, которое проходят сейчас участники, воспитательные события. Что за новинка? Это действительно некоторое новшество в формате конкурсных испытаний заключается в том, чтобы учителя могли продемонстрировать не только свой классический навык обучать, но еще и важный навык воспитывать. А вам как жюри сложно это оценивать? Интересно? Удивляют участники? Ну вот сколько уже посмотрели? И интерес, и удивление, и восхищение уровнем конкурсантов. Все это присутствует сегодня, нам еще предстоит завтрашний день. И прежде всего интересен тот богатый репертуар, методик и технологий, практик, которые сегодня конкурсанты представляют. Конечно, хороший, высокий уровень подготовки оценивать для жюри всегда трудно. Это по-своему насыщенно и интересно, и с обеих сторон этот конкурс выглядит как серьезная школа для учителя. Это в любом случае точка личностного роста, и в том, и в другом качестве. И в этом смысле хорошо и правильно, что мы на этом конкурсе здесь, в Тюмени, впервые показываем, и так подсвечиваем, может быть, самое сложное из профессиональных умений учителя, вот это самое умение воспитать. Как меняется жизнь учителя после этого конкурса, да, не обязательно после победы, а вообще после конкурса? Учитель до конкурса и после него – это два разных профессионала, два качества профессионализма, довольно различных между собой. Прежде всего, на конкурсе мы видим вот эти самые культурные образцы, относительно которых мы потом меняем и развиваем собственное профессиональное качество. Поэтому каждый из конкурсантов, пройдя этот непростой путь, вернувшись в свою школу, прежде всего, будет иметь больше права выходить утром к своим собственным детям. Спасибо большое. Благотворной вам работы. Спасибо.